превращаем ваш смартфон в 4k рекордер и накамерный монитор exxun simo 4k поехали всем салют друзья меня зовут олег никитин вы на канале no limits on я думаю многие из вас уже знают продукт такой как exxun simo но раньше он получал только сигнал в 1080p а сейчас как вы видите в левом нижнем углу экрана на записи экрана у нас сигнал до 4k 30 кадров в секунду может получать ваш телефон и вы можете вести еще и запись этого сигнала прямо в ваш смартфон давайте посмотрим что у нас новенького какие появились дополнительные функции и чем отличается картинка записанная в вашу камеру от картинки которую вы записываете непосредственно в ваш телефон в качестве бэкапа например начнем друзья с того что же поставляется в комплекте у нас вот такая коробка и в ней у нас идут два кабеля сразу первый кабель это у нас usb type-c на lightning он в плетеночке такой приятные кабели совершенно приятнейшие и дальше type-c на type-c и дело в том что ваш смартфон если он по lightning то есть старые iphone если питаются по lightning они не будут получать питание вот этой npf батареи а вот как раз 15 pro max например данном случае по usb type-c питание от этой нпф ки получают то есть у вас одновременно идет и зарядка смартфона и передача видео изображения еще есть приятно у нас есть холодный башмак да вся сборка пластиковая все сделано из пластика но он неплохого качества и если не стараться то вы его не сломаете и сюда можно повесить скажем какой-нибудь приемник аля там road wireless pro далее у нас здесь есть слот под большую sd карту памяти к сожалению прямо на нее записывать мы не можем видеосигнал но мы можем ее использовать как картридер то есть вы можете кадры с вашего айфона перекинуть на эту флешку то есть вы заходите в айфоне в приложении файлы и скидывайте на эту флешку материал например почему нет ну короче как картридер можно это использовать также у нас комплекте идет крепление с очень приятным зажимчиком но но только наклонная к сожалению поворота по оси pen мы поворачивать его не можем и данное крепление данный девайс может разделяться на две части то есть у нас нижняя часть это собственно мозги а верхняя часть данном случае которая ближе к телефону это просто держатель нельзя взять и для смартфона что-то с голосом из дикции держатель для смартфона на данном случае то есть мы с вами получаем такую удобную систему которую можно еще и подцепить к ронину к диджаевскому как рэйвена и система либо же можно купить отдельный аксессуар и прицепить уже к айпаду к большому есть целая клетка которую аксон продают так что очень удачная на мой взгляд обновление есть еще выход 5 вольтовый избитой пси то есть например снимайте вы на какой-нибудь sony за в и один с кулером который хоз сзади находится не мы можем отсюда от 1 пивки запитать и ваш соответственно смартфон и получается тот же самый кулер чтобы девушка не перегрелась она бывает грешит то и дело ну не часто но бывает поэтому можно дополнительно какие-то аксессуары запитать еще и от этой нпф ки причем она живет довольно долго то есть девайс жрет не так уж и много батареи и самый кайф в том что у вас телефон всегда с собой а вы берете только вот этот маленький держатель само устройство весит он совершенно немного не берете одну хорошую пивочку например или парочку маленьких и вы можете спокойно работать качество дисплея на любых айфонах или там андроидах последних поколений замечательная яркость на улице отличная но имейте ввиду что будет нагрев на солнышке допустим и плюс у нас еще и идет зарядка есть такая штука как display dimming то есть телефон нагревается и сбрасывает яркость это может подвести в самый неподходящий момент поэтому чем у вас более старый телефон тем более подвержен он display dimming чем сильнее он греется тоже поэтому когда вы будете в телефон еще и писать он будет быстрее грется вам этот display dimming может произойти в не самый подходящий момент в этом плане полноценный накамерный монитор на условную 1000 нит будет не менее интересен, а может быть даже и более интересен, но не так компактно и удобно. И, друзья, давайте сейчас сравним две картинки. Одна из них снята непосредственно на флешку в камеру, а вторая снята уже в iPhone с помощью как бы Exun CIMO 4K, как рекордера. И вы видите, что да, картинки отличаются. Да, безусловно, если вы будете их сильно красить, то рассыпется картинка с iPhone, условно назовем ее картинка с iPhone, то есть как с рекордера, но при этом если вы снимаете не в логарифме или посылаете картинку сразу с лутом, то вы получите вполне рабочий бэкап материал. Также это можно использовать как запись того, что у вас происходит в настройках камеры, то есть вы вводим Display Info на HDMI в камере непосредственно на рекордер и можно записывать то, как у вас работают там различные настройки, автофокусировка и так далее. Для обучающих целей, для блогерства, во, классная штука. Ну и теперь я предлагаю вам пройтись непосредственно по функциям максимально быстро. Я думаю, многие из вас уже знакомы с данным девайсом, но хотя бы так, быстренько пробежимся. И, друзья, давайте слева направо прям пробежимся по функциям. Во-первых, у нас есть черно-белый режим, цветной режим и также у нас есть гистограмма. Кстати, гистограмму можно просто схватить пальчиком и перетаскивать, куда вам удобно. Это вообще очень здорово. То же самое касается инструмента RGB Parade, то же самое касается и виктороскопа. Здесь у нас фокус пикинг, который также отлично работает. Давайте даже покрутим немножко фокус. Ну вот видите, все отлично работает. Кстати, задержка сигнала практически такая же, как на любом другом HDMI мониторе, поэтому работать вполне можно, фокусироваться без проблем. Лутики сюда можно загружать якобы свои, но я не пробовал. У меня в камере есть лутик. Ну, в общем, скорее всего, это можно спокойно сделать. И когда я нажал на лутики, вы обратили внимание, что у нас появилась вот такая менюшка, в которой мы можем редактировать и параметры каждого из данных предложенных инструментов. Скажем, у нас есть зебра, и по ней мы можем выставить, например, не на 72% ее поставить, а скажем, на 33%. И тогда, когда мы включаем зебру, у нас появляется она практически везде. Можно настроить, можно сказать, каждый параметр. У нас есть false color с обозначением единиц IRE, так называемых. Далее у нас здесь есть, друзья, с вами отображение уровня звука. Далее у нас соотношение сторон разнообразные. Ну, давайте вернемся к нашему любимому. Никакому. Дисквиз анаморфотный. Тоже здесь прям все, что может понадобиться. Дальше правило третей. Дальше, соответственно, вот это по-моему сделать, что это у нас контр... А, это HDR режим. Далее у нас флип картинки, вот такой. И далее мы можем посмотреть различные оверлей. То есть, это можно сделать картинку и потом посмотреть, как она была сделана при наложении оверлея. Далее, если мы зайдем в настройки, вот маленькая кнопочка с настройками, она как раз вызывает вот эту менюшку, в которой мы можем параметры все эти настраивать. То есть, у нас может быть настроенный цвет и количество, там, допустим, если мы включаем правило третей, вот мы его можем сделать белым и с большим количеством потолще, потоньше эти штучки сделать. Далее, у нас есть кнопка записи, то есть, мы нажимаем вот сюда на iOS, внизу у нас показывается, сколько времени осталось и, собственно, сколько идет дубль. И он прямо в живом в live, как говорится, показывает, сколько у нас осталось памяти на телефоне. Далее, если мы зайдем в нижнюю правую менюшку, то здесь мы посмотрим, какой битрейт будет. То есть, это на передачу сигнала битрейт, это мы можем сделать именно для live трансляции. Здесь есть кнопочка live, можно сделать прямую трансляцию, прямо откуда-то из полей, как говорится. Ну, не знаю, кому это сильно нужно. Вряд ли она будет работать стабильно. Денис с канала Budget Filmmaker, Дэн, привет, делал тест на первом CIMO. Ничего-то там не очень все хорошо было, поэтому это скорее так, плюшка-приколюшка и не более того. Ну, а здесь можно уже зайти и выбрать, какие конкретно у вас инструменты будут отображаться в верхней панели, а какие не будут. Лутик для калибровки можно подогнать. Ну, и, в общем-то, здесь все достаточно просто понятно. Есть еще Frame.io, я им тоже не пользуюсь, кому надо, тот знает. И можно загрузить это еще в облако. Но, опять же, я не пользуюсь, кому надо, тот знает. У нас отображается заряд батареи и отображается слева внизу какой у нас input. То есть, мы сейчас снимаем 4К 25 кадров в секунду. Если вы поставите в камере 4К 50, картинку он не выдаст. Придется вам в HDMI переставлять настройки на Full HD, чтобы картинка отобразилась. К сожалению, только так. Вот такие функции. Простые, понятные, удобные. И, в целом, у меня по ним нареканий нет. Все достаточно удачно сделано. Все под рукой. Поэтому, друзья, у вас получается вот такой легкий, мега компактный мониторчик, потому что телефон всегда с собой. А, соответственно, вот эта пластиковая конструкция и одна NPF, они вообще ничего практически не весят. И еще я вам хочу сказать, друзья, что уж лучше взять себе вот такой девайс, чем, например, очень дешевый накамерный монитор с сомнительной картинкой. Потому что этот девайс вам обойдется примерно в те же деньги, что и на камерный монитор. Но у вас будет какой-никакой бэкап в 4К до 30 кадров в секунду. А для той же ZV-E1 это вполне годное дополнение. Плюс у вас будет возможность записывать то, что происходит на экране камеры, если вы HDMI инфодисплей включите. также у вас будет очень удачный хороший качественный дисплей, будь то iPhone 15 Pro Max. Я говорю сейчас про большие Galaxy S24 Ultra, там какой-нибудь Pixel 8 Pro. То есть большие дисплеи, они и по размеру, и по качеству вполне себе сопоставимы с 5,5 дюймовыми накамерными мониторами. Ну, по размерам то уж точно и по качеству даже превосходит. Поэтому, на мой взгляд, очень удачное решение. Если вы еще так присматриваетесь к накамерным мониторам, то я бы рекомендовал попробовать сначала нечто такое. всегда в хозяйстве пригодится. Будет вторая камера, у вас будет там еще один накамерный монитор, у вас, считайте, будет два накамерных монитора. Всегда в кармане у вас все-таки лежит телефон. И насчет дисплей-димминга, надо смотреть все-таки в работе. У нас пока довольно прохладно на улице. Вот когда будет реальная жаришка, возьму его куда-нибудь с собой и потестирую от души, как говорится. Пока что не знаю, насколько меня будет бесить дисплей-димминг на iPhone. Ну, надеюсь, что не сильно. Поэтому, друзья, вот такой получился обзор. Все мысли про данный девайс в комментарии. Пользовались ли вы первой версией? Как вам вторая версия? Стали бы вы писать бэкап вот в такой девайс на ваш iPhone, например? В общем, все мысли туда. Если этот ролик вам понравился, то смело жмите лайк, подписку и колокольчик. А вот здесь я вам оставляю целый плейлист с обзорами на различные мониторы. И для компов, и на камерные в том числе. Спасибо большое за просмотр. Берегите себя, друзья. Пока. Всех обнял. Спасибо.